Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на канале QWERTY. Для многих из нас физика в школе была или есть просто нереально сложным предметом и от этого не любимым. Да и к тому же к этому добавлялось, что да зачем это нужно, да как это мне понадобится в жизни. Ну как бы да, но нет. Конечно же физика может пригодиться в жизни и зная ее законы можно придумать много лайфхаков. Давайте же посмотрим какие именно. Если вы что-то пролили на линолеум паркет или плитку и лень вытирать, то не вытирайте. Просто размажьте ногой по полу, чтобы увеличить площадь поверхности жидкости. Ведь как известно интенсивность испарения зависит от площади поверхности. И чем она больше, тем быстрее испарится пролитая жидкость и следа не останется. Конечно, такой трюк не работает с чем-то сладким, ведь испаряется только вода, а сахар остается и потом к нему все прилипает. Но если сахара нет, буквально несколько минут после таких манипуляций и ваш пол будет сухим, как марсианская поверхность. Если вы хотите получить красивый загар, но боитесь обгореть, то загорайте в тени. Конечно, подойдет не любая тень, а только такая, которая закрывает от прямых солнечных лучей, но не от всего остального неба. В чем же дело? Солнечный свет, попадая в атмосферу, рассеивается. Но именно поэтому небо не черное, а синее. Это рассеянный солнечный свет. И ультрафиолет рассеивается тоже. И когда вы стоите под открытым небом, то со всех сторон освещаетесь рассеянным ультрафиолетом. И в зависимости от времени суток, вот в этом рассеянном излучении может содержаться до 50% всего ультрафиолета, который достигает поверхности земли. Так что в тени его может быть достаточно много. Используйте это. Но и не забывайте о солнцезащитных кремах. Да, кстати, такой теневой загар будет очень ровным, ведь ультрафиолет будет падать на вас со всех сторон. Если вы уезжаете из квартиры, а доверить поливать цветы некому, то тогда купите искусственное. Или пользуйтесь следующим лайфхаком. Рядом с горшком поставьте банку с водой. Возьмите длинную хлопковую ленту, можно вырезать из старой футболки. И один конец ленты поместите в банку, желательно до дна, а другой положите в горшок, сверху прикрыв землей. Здесь работает капиллярный эффект. Ткань это множество волокон и воздушных пустот между ними. И вода за счет сил поверхностного натяжения заполняет эти пустоты и таким образом перемещается по ткани. И интересно то, что эта система будет регулироваться сама. Как только земля подсыхает, движение воды по ткани усиливается и земля увлажняется. Если земля стала достаточно влажной, то движение воды по ткани прекращается и она не расходуется зря. Поехали дальше! Если вы хотите быстро охладить колу, минералку или пиво, то не нужно просто ставить это в холодильник. Возьмите салфетку или туалетную бумагу, смочите водой, оберните этим бутылку и поставьте в морозилку. Как мы знаем, с поверхности жидкости всегда испаряется вода и при испарении температура оставшейся жидкости понижается. Это мы отчетливо чувствуем, когда, например, помыли руки, но еще не вытерли их. Чувствуется же ведь прохлада. Это испаряется вода. Эффект охлаждения от испарения будет добавляться к обычному охлаждению из-за разности температур бутылки и воздуха в морозилке. Так что влажная бутылка охладится намного быстрее, чем сухая. И еще одно наблюдение касательно охлаждения. Как мы знаем, теплое поднимается вверх, а холодное опускается вниз. Именно поэтому нагрев всегда происходит снизу. Огонь на плите снизу, батареи в комнате снизу. Теплые слои поднимаются вверх и тепло быстро распространяется по всему объему. Но если мы будем охлаждать снизу, то холодные слои так и останутся внизу, а сверху все будет теплым. Поэтому охлаждение всегда происходит сверху. Помните об этом, когда будете собирать, например, сумку-холодильник. Аккумуляторы холода нужно класть, конечно же, сверху. Следующий лайфхак. Если вы построили сарай или отдельный туалет на даче, то лампочка там пригодится даже днем. Ведь окон-то особо нет. И если по каким-то причинам вы не можете привезти туда электричество, то тогда поступайте так. Вырезаете дырку в крыше и вставляете туда бутылку с водой. Так, кстати, поступает в бедных странах в трущобах. Солнечный свет, попадая в бутылку и проходя сквозь толщу воды, может не выйти с другой стороны, а частично или полностью отразится, как от зеркальной поверхности. И этот эффект наблюдается всегда. Можете сами в этом убедиться, прийти в бассейн и нырнуть. Тогда вы увидите на поверхности отличное зеркальное отражение дна. Таким образом, свет отражается внутри бутылки несколько раз, рассеивается во всех направлениях и, в конечном счете, выходит из нее во все стороны, равномерно освещая помещение. И, конечно же, это лучше, чем просто дырка в потолке, которая дает только лишь точечное освещение. Конечно, такая лампочка работает только днем, но все равно лишние 50 ватт освещения не помешают. И еще один лайфхак. Ну, даже больше техники безопасности, потому что это реально может спасти жизнь. Во время грозы ни в коем случае нельзя стоять под деревом. И почему же это? Ну, дело даже не в том, что молния может попасть в дерево, оно загорится, это опасно, это все фигня. Удары молнии чаще приходятся на деревья, нежели на открытые пространства. И если такое происходит, то по стволу дерева проходит огромный электрический ток и уходит в землю. При этом он расползается по поверхности во все стороны. И если вы окажетесь рядом с деревом, то тогда по вам может пройти смертельный ток, ответвившись от земли. Так, кстати, гибнут очень часто коровы и другие животные, когда прячутся от дождя. Вот так вот, бац, один разряд и было стадо коров, а стало стадо... говядины. Кстати, ток, проходящий по человеку, зависит от расстояния между его ногами. Действительно, чем оно меньше, тем меньше разность потенциалов, ну, то есть напряжения, и тем ток тоже меньше. Кстати, коровы погибают именно из-за этого. У них же ведь большое расстояние между лапами. По этой же причине, если вы где-то увидите обрыв провода и будете понимать, что, возможно, сейчас по земле протекает ток, не улепетывайте оттуда огромными шагами. Маленькими шажочками, потихонечку. Ну, и, конечно же, на шпагат не садитесь. Как видите, благодаря знаниям законов физики, можно сделать свою жизнь немножечко лучше, а иногда вообще остаться в живых. Так что, если есть возможность, изучайте эту науку, и когда-нибудь вы обязательно скажете, что это было не зря. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Учите физику, и спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok